приехал на йогу вторника она у нас на арджоникидзе потому что потому что наше помещение затопило на дзержинского и поэтому как матрешка нарумянилось так сильно и поэтому у нас сегодня будет в заводском районе а это мои реснички мне не больше нравится чем прошлый раз нам не делала потому что в прошлый раз изгиб был круче а в этот раз понежнее мне нравится более естественное и сразу с ресничками другое дело не надо совсем краситься меньше времени утром тратишь вот так вот готовить на одного человека у меня суп про кис который я делала сейчас приехала хотела поесть в итоге открыла крышку а там покрылась все короче но не плесенью какой-то фигня и сейчас хочу куриного супчика посмотрела оказывается я не взяла вообще курицу у родителей тоже печально теперь я не знаю где найти мне такую деревенскую хорошую нормальную реснички я вам уже завтра покажу реснички мне понравились намного лучше чем в прошлый раз у них изгиб намного деликатнее то есть он не такой вот не такой вот а вот очень такое красивые нежные вот естественные реснички вот очень классно мне понравилось и она мне как всегда делала от коротеньких и к концу 11 номер у меня завтра сниму видео заодно посмотрите ногти тоже вам завтра при дневном освещении покажу я в итоге приехала домой мне есть нечего ну как бы не то что у вас совсем есть нечего на улице вы не представляете какой холод там 4 градуса оказывается и в шоке было когда посмотрела прогноз погоды но это еще не все заехала я в аптеку купила там витамин c пакетированные и еще кое-что пожалела что взяла может кстати медики меня ответит сейчас покажу вам упаковку и подошел ко мне много человек постучался в стекло я если честно побаиваюсь очень открывать дверь в машины потому что я там одна откуда я знаю как бы чего у человека на уме вот а он прям так постучался и сам открыл и он спрашивает а есть у вас в машине усики для то чтобы завести это был как они называются то есть у них сел аккумулятор и так который ты нет нету сразу моментально ответила потом смотрю на к другому к одному к третьему подошел а уже вечер никого нету машин стоящих вот я думаю ну блин вроде бы нормально с виду нормальный пацан я его значит посидел так посмотрела усов меня вокруг в самом салоне не было скорее всего не в багажнике лежали я ему машу говорю это подойдите ко мне он подходит я говорю мне там скорее всего не в багажнике лежат игры вы откройте посмотрите говорю если найдете их там потому что на улице дубак и они сильно хорошо одета еще болею и мне нужно будет вот это в багажнике искать а помимо этого у меня еще куча всяких там ну тоже не таких полезных вещей которые можно спереть но думаю ладно откроем у багажник пусть сам ковыряется найдет так найдет он горит да нет говорит я и только грят своей машины я не дам прикуривать потому что у меня у аккумулятора у матиза не совсем сильный то есть он слабый он тоже может сесть у меня извините меня заряжать аккумулятор девочки мне поднимать к себе домой я помню тогда я его тащила когда одна жила это просто он он тяжеленный он килограмм десять наверно то 15 стоит не некому его поднимать да будет я бы только если хотите найдете усы прикуривайтесь не от моей машины найдите другу машина он говорит да нет ладно не надо говорит и мы сейчас позвонили другу другу ждем уже стоим вторые сутки и когда он мне сказал что они стоят вторые сутки девчонки у меня очень сильный уровень эмпатии вот мы сегодня как раз разговаривали с как раз девушка и она она психолог и она говорит я не могу работать психологом таким обычным клиническим по ситуациям до семейные там отношения может быть там потеря близких потому что как не высокий уровень эмпатии и вот то же самое у меня то есть меня настолько вот этот вот высокий уровень какого-то сострадания что я реально понимаю что вот он мне говорит 2 2 суток они стоят то есть по идеям получается никто не дал не усы эти не прикую никто не прикурил машину и получается ребята стоят я из-за я не знаю откуда не из другого города не из другого города я в такой мне сразу прям вот здесь вот аж такое как сострадание могу это писать то есть так такая жалость я потом уже включила ну как бы ум мозг да они мужики они справятся это не девочка которая стоит двое суток они там два пацана сидят в машине без проблем там смогут пусть и как-то ну мужчины они в действиях до развиваются в проблемах вот пусть как бы для них проблема пусть они решают но сам факт я представила что не двое суток у надо было расспросить почему никто не дал усыть никто не смог прикурить и он горит мы сейчас ждем друг говорит ладно крит не надо мы сейчас ждем друга он подъедет и мы ну как бы прикурим двое суток вторые сутки стоят пацаны вот надо было спросить может из какого города они почему так получилось что никто не дал городе не нашли а парковочное место такое что он очень активная да то есть это не какая-то захолустная местность поле это магазин до около магазина ну короче не знаю ты меня так так такое переживание сразу за людей и я понимаю реально мне многие говорят что нас это бы смогла работать психологом но с моим уровнем вот этим эмпатия вы знаете что психологи они вообще сами потом наблюдаются психологов потому что вынести вот этот вот груз проблем переварить и но это сливать куда-то тоже надо то есть у каждого психолога есть свой психолог с которым и параллельно работает это очень тяжелая профессия для это вот либо нужно человеку этим заниматься у которого отключены всякие эмоции да и он только мозг то есть ум у него там чем я с речью но вы поняли да который низкий уровень вот этой эмпатии который не переживает близко к сердцу не принимает вот не эмоциональный такой очень логичный потому что можно реально нахвататься чужих проблем чужих болячек чужих трагедии страдания что потом сам свалишься и будешь болеть какими заболеваниями потому что все болезни же нас от стресса от переживаний там всяких таких вот дел так что такие вот новости на сегодняшний день и билет на самолет серебристым крылом я тут купила в магазине ну как магазине в аптеке вот этот ангрилек и в итоге прочитал его состав то его она вроде бы перечитала его мне там в в аптеке в самой и здесь написано витамин c цинк инозин экстракт ахинации ну думаю состав прикольный витамин c хинация цинк тут есть да в итоге потом смотрю а инозин на первом месте может кто из медиков подскажет что это за препарат потому что это химически как я прочитала препарат википедии а здесь написано что он имеет природное происхождение и я теперь вот в раздумьях то есть хотела просто немножко иммунитета хотел вообще хинация купить а тут думаю витамин c есть и как бы и как бы цинк да все вместе вот а еще я тоже вам не сказала и что я сама даже забыла я когда болею я витамин c вот этот принимаю в повышенных дозах то есть это чистый витамин c и поэтому я вот как раз когда болею один пакетик на стакан воды растворяю и после еды обязательно выпиваю и реально очень хорошо укрепляет организм повышает иммунитет и вот за счет этого витамина тоже выкарабкиваюсь но что-то у меня долго держится вот а кстати сейчас температур то у меня нету но все равно есть какая-то припухлость в горле и завтра катя должна взять стетоскоп на йогу и она должна меня завтра послушать вот тоже надеюсь на нее на врач я говорю катя я почти уверена что у тебя есть стетоскоп принеси хотя бы исключилась чтобы она бронхит у меня местечко очень мне понравилось девчонки взяла я пирожные и конфетки конфетки стоит 300 рублей здесь составим сейчас покажу блин столько интересных точек ты их открываешь и у них мороженое кстати есть тоже натуральной основе тут вот финики арахис какао фундук кунжут лаванда клубника ксимночи и ежебика кокосовая стружка кокосовое масло то есть по идее можно сейчас рецепт у них забрать конфисковать да и делать самой так а это у нас тут да я вам не показала ноготочки свои вот они такого цвета коралловая фламинго что ли напоминает и вот на этих пальцах я сделала на больших на одном и втором они символичными рисунки то есть это как татуировки они что-то означают у меня на этой руке у меня видели уже вот на этом пальце пирожок птицы цвет очень красивая решила сделать такой хотя он больше летний продлю себе вот и десертик это у нас фисташковый бисквит не бисквит а фисташковый чизкейк и у них используется кокосовое молоко рисовая мука то есть безглютеновый получается единственное что опять меня просто бесит это то что включается в чек 10 рублей коробка коробку то есть здесь по идее два кусочка может поместиться вполне себе хоть прям бери с этой коробкой к ним опять приходи правда девчонки настолько к этим упаковкам просто ну неравнодушно дышу наверное да я наверное кину в машину и в следующий раз когда буду заезжать буду заезжать ним с самой упаковкой потому что мне ну во первых жалко деньги как не крути 10 рублей сегодня 10 завтра но еще плюс ко всему представляете я и выкину и вот это вот кучу вот вот я не хочу вам показывать мусор свой тогда прям просто хочется вот я сегодня утром готовилась к отъезду надо хочу вам еще показать у меня время на него в меня только время 5 часов то есть я получается весь день опять потратила на йогу то есть меня день весь заточен на йогу так вот бывает когда я приезжаю до когда я еду заниматься то есть весь день у меня на это куда-нибудь по дороге еще естественно заедешь и в итоге получается да что я сегодня собиралась и складывала мусор ну то есть завтра готовила еще чем что-то делала да и вот весь мусор который я собрала он в итоге у меня в такой вот пакет обычный полиэтиленовый то есть одного человека можете себе представить с одного члена семьи один пакет у меня собрался только с утра а если три человека и вот это вот выкидывать но мне тоже не хочется короче я решила я оставляю эту упаковку и буду следующий раз не приезжать выглядит конечно будет вообще тумач они немножко так посмотрят наверное на меня своеобразно ну ладно как-то с этим нужно бороться с мнением о тебе а вот сюда можно потом поскладывать также сделать свои же конфетки поскладываю потом в такую же коробочку заморожен а еще я взяла у андрея книжечку он мне принес пересмотрела у себя у меня есть три книжки паула каэль и а вот алхимика у меня не оказалось я так хочу перечитать вообще с чего началось мое такое философствование да это наверное лет 19 произошло когда я прочитала книгу мы с подружкой жили тогда еще на квартире кстати вот реснички каким не сделали на этот раз мне очень понравились ресницы прим они такие естественные ну конечно видно что они на нарощенные клады но нет такого взгляда коровьего и у нас подружкой была книга паула кайли алхимик мы ее прочитали потом мы так долго вообще ну впечатлились во первых нам было по 19 лет мы жили на квартире вместе мы так впечатлили что мы потом обсуждали долго эту книгу захотела ее перечитать потому что она маленькая небольшая такая прям а ешь молись люби я так пока не нашла фикс прайсе но я в одном магазине была кати вон тоже попросила у девочки тоже эта книжка есть но она сейчас связи с переездом у нее все запаковано в коробках и вот она должна посмотреть не знаю успеет или не успеет ну вот собственно говоря все сейчас буду обедать уже как ужин получается да я не обедала у меня там наташа угостила бутербродом сыром я его половинку привезла доем всякие прям все подробности вам рассказываю и сейчас еще у меня остатки остались шакшуки утренней моей собственно говоря все буду мыть посуду если останутся силы еще и помою полы скорее всего завтра побуду дома хочу побыть дома потому что я хочу на наладите вот тот вот режим который у меня есть и я сегодня девчонки настолько у меня вот полдня было посвящено получается духовной практике я с утра делал кундалини йогу это второй мой день ее нужно делать 40 дней подряд не пропуская если ты один день пропускаешь но есть такое как бы мнение то ты начинаешь сначала то есть можно начинать сначала потому что но обрывается там какие-то связи не связи потоки вот ну как то так девчонки лайфхак вам на заметку вот я думаю те книги которые обладают какой-то ценностью определенные а если у вас допустим там дом у вас есть библиотека вы кайфуете от того что у вас там есть книги есть книги такие которые могут передаваться с поколения в поколение то вот смотрите если вы купили книгу она в тонком переплете ее можно типа заламинировать это так предполагаю андрей задел скотчем и и да скотчем просто так обернулась обратно и с другой стороны на не так будет портиться и прослужит долго эта книга 2003 года значит ей целых 16 лет можете себе представить в принципе пожелтевшие листочки но паула кайли это классика такая психологии философии не клиническая то есть они будут какие-то термины но многие за знают и думаю нет смысла объяснять а вот именно такая в художественном жанре очень многие вещи поданы с такой с таким смыслом глубоким вообще обожаю обожаю вообще люблю паула каэли вот это вам просто на заметку как можно продлить жизнь книги если она у вас является вашей домашней библиотекой если вы там мечтаете я всегда мечтала чтобы у меня был дома чтобы у меня отдельная комната она была сделана под библиотеку там стояло очень очень много книг